Приветствую вас, мои дорогие любители Азии! И да, сегодня у меня будет мистическая история Happens, поэтому советую вам обзавестись как минимум кофе по-ирландски, ну или чай по-ирландски, я думаю, вы понимаете, на что я намекаю. Да, сегодня я, Милена, расскажу вам о том, как я впервые в жизни столкнулась с мистикой здесь, в Корее. Ну что, готовы? Тогда поехали! Не забудьте свечки зажечь, ну мало ли каких духов вы еще привлечете. Я думаю, надо сделать некое предисловие и немножечко намекнуть, в какую сторону я пойду, потому что это совершенно, скажем так, первое знакомство, которое меня просто ввело в шок. Я думаю, многие из вас знают, кто такие домовые. У нас вообще-то распространенная вещь, если домовой недоволен, то на кухне бардак, он тебе еще бить может, и как бы его подкормить надо, задобрить, там какие-то ему всякие штучки-дрючки, как говорится, дать, там, я не знаю, еда, шмотки, какие-то игрушки в коробке и так далее. То есть обрядов общения с домовыми у нас много. Но когда ты приезжаешь в чужую страну и вроде пытаешься с собой взять, ну, хотя бы одного домового, потому что у нас как минимум три семьи было объединено, и как бы, ну, хоть один домовой, ну, пожалуйста, да, приедь со мной, потому что, ну, естественно, страшно, естественно, я такие вещи знаю, верую, как говорится. Пользую, потому что неоднократно сестру бил домовой, неоднократно на кухне происходили какие-то странности и ужасности в квартире, там еще, в Москве. Ну, и как бы я задабривала его, то есть, когда я начала там оставлять ему в коробочке всякие игрушки, какую-то еду, сестра уже без синяков вставала, ну, и как бы шум странный на кухне тоже прекратился, то есть все-таки домовые существуют. К чему я провела эту странную аллегорию из России? Ну, вот еду я, короче, сюда, в Корею, вся испуганная, не знаем, какая там у них традиция, не знаем, а какие у них там демоны, то ли из Китая, то ли из Японии, то ли местные, как от них защищаться, помогут ли мне какие-нибудь талисманы или какие-нибудь там мантры, я не знала ничего в этом плане, потому что смесь на территории Кореи китайской и японской и, собственно, их собственной какой-то веры, это просто колоссальный пипец, товарищи, я об этом потом расскажу, и вот ты проезжаешь в дом, в старый дом, который наполнен старыми воспоминаниями, старой болью, ты еще при этом живешь на первом этаже. Нет, это не какие-то странно мяукающие кошки за окном, которые скребутся к тебе в ночи, типа там какой-нибудь бакенеко, нет, все было гораздо хуже. Я знаю, что сейчас появятся какие-нибудь скептики, какие-нибудь психологи, которые красиво скажут о том, что нет, это не то, что ты говоришь, у нее есть термин, но начнем с самого начала. Что же со мной произошло? Ну, начнем с того, что да, я немножечко лунатила, как и многие дети, наверное, в детстве, когда ты там до определенного возраста можешь с полной уверенностью ходить во сне, думая, что ты вообще-то выполняешь какие-то вещи, которые вроде как не во сне и так далее, и сейчас многие такие, о, это психическое отклонение, о, е! Нет, это обычное дело для многих детей, которые каким-то образом, ну, я не знаю, слишком много фантазируют, наверное, ха-ха, поэтому ты ей пошла в мультипликаторы, ууу! Ты приезжаешь на чужую территорию, где ты не знаешь, как защищаться, кроме как своих каких-то там плюнул-дунул через плечо, солью посыпал и так далее. А что же здесь работает? Потому что одно дело, я знаю, что ты из Японии, другое дело, я знаю, что ты из Китая, а третье дело, когда ты вообще на третьей стороне находишься, что тут работает, ты точно не знаешь. И что же произошло в первые несколько месяцев? Вот это был просто для меня, наверное, первейший шок, потому что у тебя только-только начинаются какие-то впечатления, ты еще толком не заполучил никакого шока, то есть нету стресса, нету шока, ты на каком-то хайпе находишься, тебе все нравится, тебе все устраивает, и такой весь такой, ааа, боже мой, как все классно! По идее, все замечательно, и вдруг в несколько ночей, наверное, даже не ночей, сколько вечеров, происходит некое событие, которое, в принципе, со мной происходило и в Москве, но в один из дней оно усугубилось. Когда ты находишься в полусне и не можешь встать, то есть ты не можешь пошевелить своим телом, мы сейчас такие все, оу, я знаю, что это, оу! Нет, милые мои, я знаю тоже этот термин, это сонный паралич, он же еще как бы красиво называется синдром старой ведьмы, но когда это происходит, что с вами, в принципе, с вашим телом становится, то есть вы не можете пошевелиться, такое ощущение, что вы заперты в своем теле, и только нужда, либо если кто-то вас дернет, вы просыпаетесь. Это может продолжаться до двух минут. У меня такое частенько бывало, но здесь происходит совершенно другая вещь. Я уже до такой степени привыкла к этому, многие говорят, о, ты можешь выходить в астрал, раз у тебя так часто бывает такая фигня, типа попробуй вырваться из тела, ла-ла-ла. Всю жизнь пыталась вырваться из тела, не вышла. А тут, понимаете, вы чувствуете, как вас кто-то трогает. Причем трогает так, как если бы, вы знаете, вот кошка в ночи на вас забирается и садится к вам на грудь. Но вы хотя бы понимаете, что это кошка, она фырчит, там какая-то вибрация происходит, но давление вы тоже чувствуете. У меня неоднократно у подруги кошка садилась на грудь, и либо жопой ко мне, либо мордой ко мне, и ты чувствуешь вот это зловодное дыхание недавно скушенной еды изо рта кошки. А тут совершенно другое. Оно идет с ног на тебя и садится к тебе на грудь. Причем садится так, как будто душит, потому что тебе прямо на горле и на груди начинает сдавливать. При том, что ты открываешь глаза, а в сонном параличи ты обычно там открыть даже глаза не можешь толком, то есть какие-то щелки вот так вот. И ты понимаешь, что нечто над тобой просто нависло, какая-то темная хрень, которая явно отличается от предыдущих твоих вот таких вот сонных параличей, когда тебя, ну, скажем так, либо мама дернут, либо папа дернут, либо тебе прямо так сильно захотелось в туалет, что тебя сам организм подымает, потому что ну в туалет хочется, господи, ну извиняйте. А тут ты понимаешь, что во-первых, в принципе не один в комнате, за компьютером работает твой будущий муж, а ты лежишь и вообще-то спать-то и не хотел, но тебя вот реально порезализовало, и как будто кто-то сидит, и тебя прям душит, и ты чувствуешь вот это вот определенное какое-то давление, и странно вот этот вот размытый взгляд, причем реально размыто было, при том всем, что глаза были абсолютно открыты, у меня не такое плохое зрение, у меня всего минус один, и так сильно я не могла бы вот вообще ничего не видеть. Естественно, паника начинается, и как бы в сонном параличи, ты не можешь даже мычать, я начинаю пытаться хоть что-то делать, я понимаю, что мне не хватает воздуха, и я сейчас просто задохнусь, потому что как бы на фоне того, как работает мой будущий там муж на компьютере, там играет музыка, и как бы трек закончился, а он трехминутный, то есть сонный паралич сам по себе, максимальное время идет две минуты, но когда ты слышишь музыку, ты понимаешь, что вообще-то уже прошло минимум две минуты, уже третья идет, и тебе явно невозможно... Вот просто вот так вот, я начинала пытаться издавать звуки, когда мой увидел, что я там с открытыми глазами опешившими, пытаясь что-то делать, он ко мне подбежал, меня схватило, меня прям как будто отпустило, но при этом давление на груди осталось, то есть я дышу, а встать не могу, и вот сиди и думай, что это, то ли какие-то духи не захотели меня иметь в этом доме, им не понравилось мое присутствие, то ли какие-то его семейные призраки, там, да, тоже каким-то макаром меня испытывали, или что, пока он со мной рядом не сел и не поднял меня, в принципе, вот это давление с груди не ушло, а в общем-то, в этом замечательном пролече, как только тебя будет, ты все, ты проснулся, у тебя все нормально, более-менее ты дышишь, ты там, ох, все хорошо, замечательно, а здесь нет, пока он меня не поднял, сам, я даже двинуться не могла, да, я дышала, да, я говорила, я ему говорю, что мне страшно, меня кто-то держит как бы за грудь, а он типа начинает надо мной шутить, вообще просто самым странным образом, пытаясь отвлечь от меня, а пока вот, короче, он меня не поднял, не прошло ничего, после этого это повторилось еще два раза, то есть трижды на меня, получается, нападало на том, в том старом доме призрак, я никому на самом деле это не рассказывала, потому что, ну, как бы, ку-ку-ля-ля, мало кто мне здесь явно поверит, и мой еще при этом тоже прикалывался, ой, да нет, да это в Корее обыденное дело, да мы посреди уроков, можем вот так вот, типа застыть и ничего не можешь сделать, пока там учитель тебе по голове не треснет, и там все такое, типа, это там такой-то, это такой-то синдром, я такая ему говорю, милый, дорогой, я понимаю, что это может быть вот тот самый синдром, но когда ты меня уже поднимая, разбудив, все еще не можешь вот это вот, как бы, снять с меня, это явно не это, это явно что-то другое, сидящее у меня на груди, просто давящее на меня, в этот раз я была не просто напугана, я была до такой степени напугана, что мало того, что не могла дышать, потому что я чувствовала зловонно, чужое дыхание, чужое присутствие, чужое вот это вот давление на себя, то есть некий призрак, как минимум, либо какой-то домовой, не знаю, он на меня насел, и что-то начал делать, я поняла бы, если бы это был реально домовой, ты его чувствуешь либо голый, либо лохматый, еще что-то, нет, какие-то бы страсти-мордасти на кухне происходили, он бы меня бил там посреди ночи, еще что-то такое, нет, здесь ничего такого не было, но вот это вот карабканье, каждый раз на меня в зону груди, как будто я прям по ногам, вот туда куда-то вверх, вот так идут на тебя, идут на тебя, и вот садятся четко на грудь, и вот тут где-то начинается давление, и ты уже такой, явно не очень похоже на это дело, естественно, ты там перекрещиваешься, начинаешь бегать там, я не знаю, по квартире со всеми возможными вещами, типа соль, там, я не знаю, святая вода, не важно, что из католической церкви, главное, что святая, там, я не знаю, крестишь углы, обжигаешь эти углы, в общем, как бы год я жила в этом доме, и в течение года, периодически там, конечно, происходили странности, но именно вот эта странность чисто со мной, она меня вышибла из клей, потому что после этого началась вообще полная ахинея у меня там по учебе и так далее, я вообще высыпаться не могла, мне как будто спать вообще не давали, то есть это не потому, что там орут, кричат там на улице, любой человек рано или поздно заснет, особенно когда он уже начинает пить лекарства для того, чтобы уснуть, а тут реально как будто просто физически не дают уснуть, то есть знаете, как будто кто-то вот держит тебе глаза, не дает им закрыться, или даже если ты закрываешь эти глаза, тебе там прям как будто вертелом каким-то вот тут вот крутят, выкручивают мозги, и ты полностью отрубиться не можешь, потому что ты фактически слышишь все, что происходит, но вот именно это давление на грудь, прям как в фильмах ужасов, ей богу, понимаю, что многие из вас, наверное, в это не верят, но здесь тоже есть определенные верования, тоже есть определенные поверья, и то, что со мной произошло, здесь тоже такая вещь есть, и это не всегда сонный паралич, дорогие мои, поэтому если вдруг у вас, когда вы приедете в Азию, будь то Китай, Корея или Япония, вдруг может произойти такое вот странное событие, осветите дом, реально, вот со свечкой проходите, с благовониями, вот как я вот сижу, вот тут у меня раз в неделю, а отжиг, можно сказать, квартира в обязательном порядке, потому что это минимальная вещь, которую вы можете сделать на территории данного эгрегора, который явно к нам, ну не очень сильно относится, пытаться здесь углы светить не поможет, потому что при всем желании, что тут как бы есть тоже христианцев, знаете, оно здесь так слабо работает, в общем, непонятно как, непонятно что, но только отжиг, только благовония мне помогали, и соответственно, вот просто, если ты этого не делаешь хотя бы раз в неделю, поверьте мне, у вас начинается какая-то чехарда в доме, ну или начинает вас душить во время сна, да, да, так что да, запиваем, запиваем, родные мои, после такого, конечно, во все поверишь, я даже к шаманке еще после этого сходила, да, ну что же, надеюсь, вам понравилась моя криповая история, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мои соцсети, а это инстаграм, мордокнига, вк, твиттер, у меня есть блог, куда я делаю небольшие ревью, обзоры, просто мозгобрызги, и у меня есть твич, куда я периодически стриблю, ну что же, до новых мистических историй, пока-пока, я реально бы посмотрела на вас, когда бы на вас три раза, три-три-три-три-три раза напало это странное существо, а до момента стресса еще как бы далековато, чтобы вы были стащены в состоянии дикого стресса, вам не хватало каких-то витаминов и так далее и тому подобное,